Всем привет! Сегодня у нас Фалес Измирита. Один из семи мудрецов, умел предсказывать солнечное затмение и измерил высоту египетских пирамид по их тени. Согласно Аристотелю, Фалес первый ионийский древнегреческий философ. Я пользуюсь данными энциклопедии мудрости издательства Росса. В фокусе его внимания были проблемы природы, возводил все многообразие явлений и вещей к единой первой стихии воде, сделал первый шаг на пути формирования античной философии идеи архе. Это материальная причина сущего, заложив основы перехода от свойственного мифологии генетизма к субстрантному мышлению. Согласно Фалесу, не только все сущие возникло из воды и продолжает постоянно из нее возникать, но все превращается в воду и в конечном счете все вообще есть вода. Бог Фа Фалесу это ум космоса, а вселенная одушевлена и одновременно полна божеств. Жизнь у Фалеса необходимым предполагает питание, дыхание. Эти функции выполняет вода и божественное начало псюхи. Имеет сочинение о солнцеперевороте и о равнодействии, но к сожалению они не сохранились. Вот так вкратце о Фалесе из Милита. Это один из семи мудрецов. Но теперь я сейчас попробую почитать его высказывание. Как легче всего переносить несчастье, если видеть врагов своих в еще худшем положении. Кто счастлив? Тот, кто здоров телом, одарен спокойствием, духа и развивает свои дарования. Да не наружность надо украшать, но быть красивым в духовных начинаниях. Не безупречно утверждение, что время всего старше. Ведь время есть и прошедшее, и настоящее, и будущее. И то время, которое для нас будущее, несомненно моложе нынешних людей и предметов. Невежество тяжкое время. Поучайся и учись лучшему. Те, кто совершает грех, не могут спрятаться от Божьего ока и даже не могут утаить от него свою мысль. Что больше всего величайшее пространство, которое вмещает все? Что быстрее всего? Быстрее всего ум. Он обегает все. Что всего мудрее время, ибо оно одно открывает все? Что легко? Давать совет другим. Что прекраснее всего мир, космос. Ибо он творение Бога. Что самое общее для всех? Надежда. И даже у тех, у кого ничего нет, она есть. Что сильнее всего? Необходимость, ибо она властвует над всем. А что трудно? Трудно познать самого себя. Ну вот это некоторые высказывания Фалеса Милецкого. Драгневреческий философ, математик из Милита, Малая Азия. Представитель ионической натурфилософии. Основатель Милецкой школы, с которой начинается история европейской науки. Традиционно считается основоположником греческой философии и наук. Один из семи мудрецов, заложивших основы греческой культуры и государственности. Все, пока-пока, до свидания, всем привет.